Надеюсь, все пойдет хорошо Розетка дымится, капец Мы устраиваем очередной розыгрыш То есть просто за подписку? Просто за подписку Привет, друзья! С вами Пушер Многим из вас очень сильно зашел мой прошлый ролик, где я нашел заброшенный автомат Но я решил пойти дальше и поискать на аукционах что-то более масштабное Я начал мониторить все возможные аукционы, торги, даже на авито смотрел И обнаружил очень интересный факт На всех платформах, вот даже на том же авито, есть очень много объявлений вот такого вот типа В рамках процедуры банкротства банка на продажу на торгах выставлено следующее оборудование Банкомат, 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 банкомат Ребята, в интернете можно найти настоящий заброшенный банкомат И купить его, соответственно Не буду ходить вокруг да около, сразу раскрою все карты Я уже познакомился с человеком, который владеет бизнес-центром В нем стояли банкоматы Они стояли там на протяжении долгого времени, многие годы, до тех пор, пока банк не обанкротился Они продолжали там простаивать Ну и как-то само собой перешли во владение хозяину этого бизнес-центра А он, в свою очередь, выставил это оборудование на продажу Ключей у него, естественно, от таких банкоматов нет, он их не вскрывал И поэтому он решил просто продать два банкомата по 150 тысяч рублей за штуку Да, ребята, вы все правильно поняли Прямо сейчас я поеду к нему и куплю один из этих банкоматов После чего мы его вскроем и посмотрим, что там находится внутри Здравствуйте, Нил, Артем Очень приятно Здесь? Да, здесь, здесь в банкоматике Пойдем тогда Давайте посмотрим Вы не против, что мы ехать? Давай, давай снимайте вопросы Офигеть! Прям рабочие, типа, полностью, да? Они рабочие, но они закрыты, они без ключей Ключи вот потеряли еще при переезде Поэтому их не вскрывали, ничего с ними не делали Просто вот А это законно, что мы их покупаем? Да, да, конечно То есть они по факту, ну, как бы, вам сейчас принадлежат Да, они принадлежат в нем, документы есть, на них все есть Ага Можно предоставить, поэтому Да, хорошо, мы можем, получается, любой из них выбрать Да А вот если не секрет, а что вы... Это выбери правильный банкомат А что вы их сами не вскрыли? Там же, ну, в теории, может быть, там кэш или что-то Да не, вряд ли Банки обычно сюда все забирают, мы занимаемся, в принципе, банкоматами И, как бы, эти без ключей Ну, вскрывать их просто не интересно, проще их продать Ну да, уже нет времени, честно говоря Куча другого оборудования, проще уже их просто продать по-быстренькому И все, и не запариваться Ну, ладно, давай, давай еще, как бы... Какой выбирали? Левый Левый? Вот этот? Левый выглядит... А мне кажется, правый был А, нет, правый Смотри, он прям пыльный весь такой Мы уже, чтобы вы понимали, ребята, подготовили машину Тут гидроборд приехал Сейчас повезем один из этих банкоматов в ангар Ну, не знаю, давайте, наверное, вот этот заберем А как мы его потащим, братан, уже висит? А, ну, что? Я подготовился Восьмсот пятьдесят килограмм? Сколько? Восемьсот пятьдесят Охереть! Восемьсот пятьдесят килограмм Ну, у нас есть рохля, так что мы на ней сейчас, я думаю, укатим А сколько он стоит-то? Сто пятьдесят Сто пятьдесят, да? А, слушай, а если оба, к примеру, брать? Са двести Ну, с процентов десять можем сделать, с какой-то процент А давайте мы один восьмем Если вдруг, там, не знаю, ребята, лайки наберут под роликом То мы еще второе возьмем, какие-то шпиники Хорошо? Все? Работаем, ребята! Прогоняем вровень лопату Выпускаем ее Либо угол заводим Либо просто вровень выравниваем Если будет одозор, железку кладем И нарухле закатываем Ну, все, ребята, загрузили наконец-то банкомат на гидроборд Все, поехали на склад Мы в ангаре Ладно, банкомат походу не работает Но, собственно, это нам и не важно Потому что мы его сейчас будем скрывать Я думаю, что спереди его бомбить бесполезно Тут все максимально защищено Надо пилить Прошу прощения, а вот этот замок, как от споречника, это защищено, типа? Чувак, вот такую херню ты точно уже не высверлишь, как мы в прошлый раз сделали Там супер защищенные замки Единственный вариант, это распиливать его с какой-либо из сторон Вот я предлагаю с левой стороны его начать пилить Смотри, можно по звуку определить Здесь глухо, глухо А вот здесь можно скрывать Давай мы как бы, ну, в лучших жарных комедий попробуем скрыть его отверткой А потом болгаркой Что-то не откручивается Нет, нет, нет Слышите это? Шпильки, шпильки, братан Слышите, что, смотри, ухлек, подделка Что, серьезно? Да ну нахер, не может быть такого Красавт Смотри, тут шурупы можно просто открутить вон Но это я не думаю, что это вся фигня на этих двух шурупах держится, братан Давай еще пробуем до пяти Давай, ты почти досделал, брат Все, он, я не понимаю, он открывается, реально Давай с собой все равно дернем Чего?! Как-то легко это было Шейки Смотрите, ребята такие любили операции Офигеть просто Смотри, процессор Тут тупо комп стоит, короче, в нем Ну да А вот и какой-то сейф Ты видишь это? Погоди, а где купюроприемник, стой? Внизу А, то есть они должны вниз деньги покупать, да? А тут что-нибудь есть? Нет, ты понимаешь, нам придется и тут скрыть А он не открывается? А может тут внутри есть ключи от него, кстати? Такое может быть, в теории? Это чернила Чернила? Да Я бы себе такой сейф забрал домой Так что делать-то будем с ним? Нужно выпиливать вот эту херню, я практически уверен Ну давай выпилить Ну давай, давай Смысла в этом особого нет, ребята Мы сейчас поняли Что мы это делаем все почем зря Погоди-ка, а это не кассета случайно стоит? Все кассеты находятся внизу Они находятся еще и в сейфе там, блядь Три раза надо будет просверлить там по огромному куску, чтобы добраться до сейфа Нам надо вот это выломать сначала Я уже вижу там сейф Ну, диска не хватает, конечно, жестко. Может, только вот есть тут диски на болгарке? Спасибо большое. Короче, тут с нами поделились болгарочкой вот такой вот. Но она настолько мощная, что искры просто расхерачат нам одежду. Ну, давай вот с этой стороны, короче, сейчас попробуем. Я, пожалуй, отойду. Мне впадает на голову и становится горячо. Пятаться. Короче, ребята, поскольку мы без спецовки и без определенных навыков не смогли скрыть этот аппарат, нам выслался помочь работник этого ангара. Поэтому сейчас, надеюсь, все пойдет хорошо. Нозетка дымится, капец. Не знаю, что произошло. Видимо, туда попали искры, но это не очень хорошо. Какая огромная сталь. На первый раз такую вижу вообще. Коварик. Избавительно тяжелая. Так, походу ее только провода держим. Супер. Офигенно. Это большая рука сюда. Нет, это слишком маленькая для денег. А, вот здесь должны быть кассеты. Здесь должны быть кассеты, да? Компец совплаты. Да, это похоже на кассету, братан. Может и нет. Не знаю, может это что-то другое. Так, как Халк. Да не, она вообще легко гнется. Алюминий дышит. Это что за ящичек? Сейчас. Он какой-то такой тяжеловатый. Как его вытащить-то отсюда? Бля, по-моему, это, слушай, туда, куда кладут деньги, нет? Не знаю. Туда, куда уезжают, бабло. Не знаю. На обычный купероприемник, по крайней мере, похоже. Как тебя достать? Слишком валют. О, нет, вот. О. Открывай. Ну, он какой-то увесистый. Я думаю, тут надо сразу вот так вот взять. О, теперь давай тот большой туда. Сань, только меня не сиди. Я не стараюсь. Это там что-то внутри еще. Это... Ты так охуяк мне не откроешь, что там ящик где-то. О! Тихо, 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 тихо. Фу. Есть! Да. Мы вскрывали гребаный банкомат. Сколько? Не знаю, наверное, часа три. И то это не мы, а там нам очень сильно помогли. Ну, давай. Нам помогли. Не зря я все это надеюсь. Три часа вскрывали банкомату. Чего, блядь? Чего, блядь? Чего, блядь? Смотри, братан, не зря. Охереть. Смотри. Бля, тут только сто... По сто рублей, братан, только. Просто очень-то... Их очень, блядь, дохуя соток. Охереть. Чего один соток? Тут сколько-то, смотри, блядь. Тут 1100. Мне кажется, тут 1100, братан. Не меньше. А где остальные-то купюры? А ты видишь, что нас не посадят за эту хуйню, братан? Там мы купили его. А, это одна кассета. Это одна кассета с сотками. Да, типа тут, смотри. А другие с полтинниками, с тысячами. А тут больше нет кассет. Тут, типа, в этой херне только в одном отсеке лежала кассета. И тут должно быть, типа, ничего, кассет 10. То есть мы сейчас купили заброшенный банкомат. Мы купили заброшенный автомат с одной кассетой с сотками. Ну, блядь, мы купили за 150 тысяч, братан. Тут 1100, братан. Давай, короче, пересчитаем, сколько здесь. Да, во-первых, я думаю, что здесь тысяч 20. А какие 20? Какие 20 тысяч, чувак? А, во-вторых, ты все равно, ну, как бы, даже если тут 100 тысяч, то не в плюсе. А они, введем, продавали не просто так за 150. Короче, ребята, мы сейчас пересчитаем. Для нас пройдет, не знаю, сколько мы тут, полчаса будем считать. Для вас одна секунда, и мы все озвучим. В общем, ребята, все пересчитали, вплоть до каждой сотки. Тут ровно 89 тысяч 400 рублей. Это на самом деле охеренно, чем мы потратили. Но все внутренности плюс металл можно продать. Но все равно это для меня охеренно. Квест контент. По-моему, все вот максимально круто. Ну и самый сок в чем? Самый сок в том, что мы вот все эти деньги... Как вы договорились? Да, как договорились? Вот прям вот эти... Забираю я. Нет, ребята, все вот эти деньги именно вот в таком виде, по соткам, получит кто-то из вас. Мы устраиваем очередной розыгрыш, и в этот раз максимально простое условие. Вот максимально простое. Все, что нужно сделать, это просто подписаться на мой телеграм-канал. Просто по ссылке в описании. Все, больше никаких действий не требуется. И именно в этом телеграм-канале я оглашу результаты этого розыгрыша. Уже через неделю кто-то из вас один получит 89 тысяч 400 рублей. То есть просто за подписку? Просто за подписку. И в этом телеграм-канале, ребята, я провожу розыгрыши гораздо чаще, чем на ютюбе. Так что в любом случае подписывайтесь. В каком-нибудь розыгрыше вы обязательно выиграете. Ссылочка в описании. Ну а вам спасибо большое за просмотр. Давайте наберем под этим роликом хотя бы 100 тысяч лайков. И мы замутим что-нибудь подобное. Может быть купим еще один монкомат. Контейнер монкомат. Может целый контейнер монкомат купим, да, не знаю. Ребят, давайте наберем лайки, и мы обязательно сделаем что-то максимально крутое. Ну а с вами был Пушер Герасёв. Всем пока-пока. Ссылка в описании.